Было хорошо, а сегодня ломит суставы, кружится голова, клонит в сон, колотится сердце. В чем причина? Многие списывают это на погоду, и она действительно влияет на наше самочувствие, уверяют синоптики. Перестройка погоды влечет за собой изменение атмосферного давления. Атмосферное давление может сильно меняться. Это при выходах южных циклонов, это когда мы подвержены резким перепадам его. Во-первых, поднимается ветер, во-вторых, у нас давление, которое имеет сам человек, оно не успевает иногда перестроиться под то, которое меняется в атмосфере. Я вам пример могу привести, что при выходах южных циклонах мы фиксировали изменения погоды до 4 мм ртутного столба за 3 часа. То есть такие изменения это очень серьезные. Конечно, с центрифугой и космонавтами это не сравнить, но тем не менее, именно вот такие изменения, они очень серьезно сказываются почти на всех. А тут еще и магнитные бури. В гидромете уверены, такие существуют. Они усиливают активность Солнца, и мы реагируем. Учащенным сердцебиением, скачущим давлением, слабостью и сонливостью. Реакции на погодные изменения и магнитные бури почти одинаковые. Здесь, конечно, сразу сложно отличить одно от другого. Мое личное мнение, что все-таки те погодные явления, которые здесь у нас, без даже солнечных ветров и солнечной активности, они более серьезно сказываются и влияют на человека. Все наладится, когда выйдем на климатическую норму. Прогнозы синоптиков. У неврологов отличная точка зрения. Мигрени, бессонница, скачки артериального давления – повод обратиться к врачу. Приближение бури и перемену погоды чувствуют люди с хроническими заболеваниями. Человек живой, он живет в природе и взаимодействует с природой. То есть он адаптируется к воздействию окружающей среды, к смене температуры, к смене влажности. И наша вся внутренняя система, то есть и нервная, и сердечно-сосудистая система, у нас очень много биохимических механизмов, приспособленных адаптироваться. В этом термине и кроется вот этот негативный аспект, что люди все списывают просто на метеозависимость. То дожди, то солнце – все это действительно влияет на здоровье, как спусковой крючок. Больше страдают люди с сосудистыми проблемами – гипертоники и гипотоники. То есть если человек здоров, и его системы работают адаптивно, человек приспосабливается к смене погоды, температуры, резкой смене атмосферного давления. При взлете, при посадке, при поднятии в горы, при разных вот этих состояний организм приспосабливается. Но если есть уже проблемы со здоровьем, они просто проявляются. Метеорологи поспорили бы. Он адаптируется, но не всегда может поспеть за теми изменениями, которые происходят в атмосфере. В любом случае, когда дело касается здоровья, важно не пускать дело на самотек. Если вам плохо от погоды или магнитных бурь – сразу к врачу. Специалисты помогут разобраться в проблеме. Пациент приходит к специалисту, к терапевту, либо обращается к кардиологу, либо далее к профильному. И вот производится его, будем говорить, анализ. И на уровне либо дефициты будут убраны, либо коррекция образ жизни, коррекция образа питания, либо исключены сосудистые. Это действительно узкие обследования сердечно-сосудистой системы, которые назначаются, которые позволяют оценить и вегетативную систему в том числе, как она реагирует. В зависимости от этого и корректируется, то есть назначается лечение, либо оно не назначается по результатам дообследования. И что точно не навредит, в любом случае, это ежедневная зарядка и контрастный душ, напоминают специалисты.